всем привет да именно так были у меня большие надежды на то что я кузов ну по максимуму знаете в таких неудобных местах плоскостях где-то там что-то что-то тут посмываю смывка для краски два проема дверных и вот тут вот эти части в крыше я потратил три часа сейчас покажу что у меня получилось я уже устал в принципе сбился со счету сколько проходов конкретных я сделал то есть мазал и чистил мазал и чистил ну скажем так почти все на 90 процентов за три часа в двух проемах я подчищал наждаком все равно надо пройти будет потому что вроде бы как все чисто но где-то там что-то щеткой допустим не поддевает так что я но дело в том что не слазит полноценно что-то прилипает там сдвинулась прилипла непонятно что в итоге получается поэтому не все у меня получилось снять так как мне хотелось бы но тем не менее вот здесь проемах залезла герметика но не трогает трогает только лакокрасочное покрытие место имеет быть до штуковины потому что не везде допустим но тут наждаком вообще никак не почистишь то есть ребрышкой там где кстати уже ребрышка не берет там где вторичный окрас там уже наждаком придется вручную канал очку снял до металла сейчас объясню для чего я это делаю вроде бы затея казалось бы глупейший заводской проем все целое зачем потому что уже пишут зачем вот в этом проеме по сути незачем кроме что мы добьемся толщину тоненького как завода там выйдет стоят 10-130 микро водительском проеме все чуть-чуть похуже в двух местах так как даже особо не видно она то все целое все вот этот ровно посмотрите там где краска целая лежала а вы намека не было на то что металл в сварочной точке начал коррогировать раз и вот здесь где замок приходит начал коррогировать два все то есть в этом случае это имело смысл потому что если бы не расчистить и не увидеть этого два-три года жучара а так я это все почищу я знаю куда мне здесь уже надо будет активно обратить внимание залить все мавилью купил мавиль прозрачным специально то есть я знаю куда надо обратить внимание более детально туда мы зальем побольше пожирнее во всем остальном это только добиться заводской толщины не более того сейчас я попробую пока буду заниматься крыльями попробую на крыше сделать такой прикол сейчас все поддуваю посметаю на крышу нанесу вот эту смывку но главное чтоб все чисто было специально не мотаю пока ничего не делая крыша все-таки по моему в заводе до ничего не видно на ней нанесу смывку и накрою ее тонким ну одним слоем укрывочной пленки как бы сделаем баню для состава этого он тогда лучше работает ну на крыше это по крайней мере можно сделать дверных проемах это абсурдно делать и посмотрим за сколько времени она смоет на сколько раз таких у меня это все получится сделать для работы нам понадобится сама смывка здесь может быть и не понадобится емкость для смывки кисточки которые мазать ее мазать потом потом щетка или шпатель поскольку крыша ровным скорее всего удобнее будет шпатель но в углах неплохо бы щетка иметь пленка я ее сразу расстелил на крышу половинку отвернул буду мазать половину накрою отверну вторую половину намажу другую половину перемешиваем потому что она как по сути как бы гель крыша просто от пыли протер ее и не стесняемся чем толще намазываем тем активнее в этом месте именно проходит процесс конечно просто гору накладывать тоже смысла не имеет но сильно тонко что-то там экономить не вижу не вижу тогда смысла ее вообще брать берите наждак и вперед по поводу почему не наждаком допустим на дверь я ведь снимал наждаком потому что крыша это вроде тут жестенькая короче у крыши плоскость ровная большая она когда работаешь наждаком по ней она прыгает вибрирует играет на все таки хочется знать вот я пока намажу сегодня может завтра не знаю как быть построение уже просто вечер с крыльями буду работать пусть крыша работает без меня теоретически по времени мне так будет экономика заодно и посмотрим смывка недорогая то есть на это это вот у меня пауза в дверные проемы и чуть-чуть это на бамперах экспериментировал показывал ну там вообще чуть-чуть у меня ушла банка вот эту вторую банку открыл причем я так не кисло ухты ёхты скользкие еще проемы почти дтп получилась травма на производстве стекла пока что еще не вырезаю потому что не хочу просто заклеивать салон стекла идут под замену резинки на стеклах само собой тоже под замену поэтому ничего не экономлю ничего не стесняюсь так сказать все делаем баньку и их накрываем как можно ровнее и приглаживаем обязательно чтобы не было лишнего воздуха там под ней процесс будет происходить в течение минут 20-25 дальше если ничего не происходит она уже не будет происходить говорят что пить не в моде так о чем говорят что если почухать наждаком предварительно процесс происходит лучше но скажу свое мнение откровенно на хрена нужна такая смывка под которую надо почесать наждаком поводить каблучком и так далее уж если берем какой-либо вещь на инструмент материал в работу то он должен работать а поводить наждачком и сейчас возьму роток с восьмидесяткой и за полчаса повожу наждачком и у меня будет все чисто да обязательно одевайте перчатки блин брызги этой дрянь это все-таки кислота что-то с соляной кислотой это капец когда зачищал надо очки надевать даже так чуришься попадает на ресницы очень неприятно серега бибирус недавно выкладывал видос они смывку holix по моему или что-то такое от это фирмы тоже испытывали на бамперах и у них прикол ровно один в один но они правда они это не в банках тоже брали ремонтную краску вообще не берет заводскую краску как же говорит берет неплохо вот тут та же тема заводскую краску ну пытается по крайней мере поднимать так старается но ремонтную краску вот прям совсем нет и все как будто просто какой-то гель для бритья намазал на нее толку 0 грунт вообще не хочет брать вот прям уже туда его и на почуханная щеткой втираешь его ни о чем быстрее отверткой сколокнуть можно все крышу помазали недавно и мы потратили на это пять минут так ну тут происходит под пленкой по моему уже не понял она не высохла вышите и вот так целый день вот целый день то работать не дают то кому-то позвонить надо не понял это шо это такое не понял а куда она впиталась вот-вот вообще сейчас не понял давайте еще помажем что-то тут она у меня прямо удивляет хотя слой тут я ну нормальненький положил же краска как будто впитала какого хрена она стала сухим под пленками красиво показывается во всех рекламных видео там попшикали хопана и все мы тут помазали она хопана и ничего сделаем так подождем полчасика включимся посмотрим ну что уже чуть больше чем полчаса прошло давайте откроем оттуда откуда два раза мазали много как будто вообще ни о чем как вот он на бампере прикол вообще не берет эти шпателем попробуем так вот там где я когда в стекле мазал там все дальше трупяк это это он я и всю снимаю вообще она вообще не среагировал вот вам и прикольчики приколюшечки что можно сказать тут как говорится два путя до либо у меня руки кривые я что-то сделал неправильно то есть я неправильно намазал может там не знаю луна не в в этой фазе еще что-то ну либо материал говно давайте вон что сделаем еще я вот тут расчухаю щеткой хорошо расчухал и теперь сюда ну для этого места тут точно хватит жижи так обильно не жалея размажем дверных проемах со второго промаза прям ну так найти активно местами начала прям очень активно вспучивать после того как я хорошо поцарапал вот первый раз она размякла на втором разе прям начали виднется где приподнимает ну вот тоже вроде как начало приподнимать подождем подождем минут 15-20 так же посмотрим что произошло но это как во мне это не работа это так то есть я времени понимаете тут какой прикол чего хочется пользоваться материалами разными как бы хочется как сказано нанести на поверхность выждать 15-20 30 хоть час выждать но чтобы я пока ушел она работала самой без меня а вот это намазал накрыл открыл ничего не работает стоишь чешешь ее чешешь опять намазал опять накрывает надо или накрывать не надо по времени в принципе если бы я стоял с ротексом у меня уже крыша заканчивалась ну я уже ее заканчивал тереть и получается а тут я еще ну я еще не начал то есть я потратил время там 10 минут чтобы намазать размазать тут перчатки одеть там что-то по заклеивать пыль пообтирать пленку подготовить а результат нулевой так плюсом к тому сама стоимость вот этой банки если взять литр сейчас в рознице что-то там сто семьдесят гривен это в рознице сейчас в наждаки переведу 7 наждаков кубитронов 7 штук мне на крышу один нужен восьмидесятка и половина сто двадцатки ну ладно единство двадцатку ну понятно на крышу нужен не литр ну зачем просто зачем ну что-то тут начало давайте посмотрим уже все равно все равно время уже потратили так намазали подождали этот пока проем почистил сто двадцаткой вручную все чистенько остальное уже машинкой кораллом тут долезу так в общем все неплохо прям очень неплохо тут под грунт готово а здесь я сейчас микрофон вытащу вот здесь утрала какие то лучи не происходят какие то лучи не процесс какой то идет но времени уже прошло очень немало а снимается у нас верхняя слизкая красная часть лак пошел только сниматься ну ребята если я такими темпами буду снимать крышу я эту машину и за месяц не сделаю что-то там куда-то на грунт начинает виднеться короче все таки луна не в той фазе поэтому оставляем эту всю требуху до завтра уже время вечер пора стримчик вести суббота как-нибудь кстати кто не это колокольчики включайте по субботам с 9 или 10 примерно стрима оставляем это все так как есть завтра машинка чешу потому что щас чтобы чесать надо все вымыть растворителем до завтра на хочу чуть-чуть тут что-то впитается что-то испарится и так старым наждаком пробегусь соберу говно и потом затру поэтому бросаем пока ночь прошла ночь блин под стримом столько столько комментов в общем столько комментов ну знаете комменты комментами а факт есть фактом и ночь прошла и там где толстый корж лежал смывки он она даже вот но горбом лежит да ну чуть-чуть как бы подраздела тут лежала горбом ну как таким более толстым слой ничего не развею тут лак даже он все он даже затвердел опять набрал свою прочность тут просто смывка на поверхности лежит которую можно снять шпатель значит что это мне дало мне это дало как минимум геморрой чик на 20 минут мне теперь она все смыть чистить старым наждаком пройти по собирать вот этот гель на наждак по выкидывать его и потом взять машинку и почистить уже так как в принципе надо было изначально почистить чем сейчас и занимаемся посетить неудачно в первом раме вот это мы и мы мы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот Как буду грунтоваться, не знаю, покажу, не покажу Но на этом мы, в принципе, на сегодня будем заканчивать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Все сделал DimaTorzok Быстрее и, в принципе, качественней Субтитры сделал DimaTorzok Писали, 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 писали Я обязательно сделаю такой тест смывок краски Я накуплю все, что вообще смогу накупить по смывкам краски И мы посмотрим, как дешевые, какие-то дорогие, разных фирм, компаний работают Ну, потому что это действительно не результат, которого хотелось бы видеть Были надежды, но, к сожалению, не оправдались На этом все Всем спасибо за внимание Всем удачи, пока!